Скрывают, скрывают. Ну, Джаггернаут очень хороший кэрри. Ну, Джаггернаут, да. Джаггернаут очень хороший кэрри, но вот единственная проблема в том, что Виверна его неплохо контрит. То есть, как бы, та же Винтеркерс, тот же Винтеркерс на своего тиммэнтей накидывается, точнее, на врага накидывается, и Джаггернаут убивает. Плюс ко всему, вот эта вот колба, которая защищает от физдемиджа Джаггернаута. Ну, я очень много, конечно, видел, как Колденбрейс контрил Урсу, вот, как раз-таки, благодаря вот этой вот колбочке. Закрываешь, Урса тебя не бьет. Ну, смотрите, банится пак, действительно, мид-герой банится для команды Invictus Gaming, точнее, против команды Invictus Gaming. Ну, и сейчас, по идее, по всей логике, должен забаниться медведь, потому что медведь, во-первых, в миде неплохо себя чувствует. Отлично, да, отлично чувствует медведь себя в миде. Во-вторых, пуш-стратегия у команды Invictus Gaming, как-нибудь, такая вырисовывается. Явно прослеживается, да. Да, и плюс ко всему, Хилинг Кварц с медведем очень хорошо сочетается. В процентном соотношении хил, да, это все просто феноменально. Да, наверное, все-таки будет баниться. И, конечно же, медведь Урсе очень сильно мешает, но вот решили избавиться от квапы. Посмотрим, будет ли здесь у нас появляться медведь, либо же все-таки что-то более классическое возьмут. Вот только что. Почти все герои в миде забанили. Это ОД, это квапа, это баньша, это пак, это инвокер. И так-то героев в миде почти не осталось. Возможно, Верка появится у нас, возможно, тот же медведь, как я говорил. Да, вот он, Линд Рейнджер. Ну, эльфийский пик, в принципе, Джаггернаут тоже, как бы, такой, ну, не совсем, конечно, эльф он. Он орк с первой дотой. Юрнера. Ну, он вроде бы как с эльфами там что-то, тоже он связан был как-то, он им помогал. Кэрри Шилтон, он же самурай, там, все дела. Нормально. Все, пойдет резать. Не, Верка очень хороша, конечно, будет. Верка сама по себе очень противный герой. Даже не имея айтемов, она может спокойно убивать. Ну, по сути, ей что, надо там, собрал, огонь ему, все, по идее, ты через ульту можешь спокойно забирать любого персонажа через фокус фаер. Тем более, Урса Верка практически никогда не убьет до появления МКБ, там, возможно, до появления Хиггса, либо Эбисова. Верка, Виндран подрубает и убегает, либо даже еще и убить, может. Медуза! Охо-хо-хо-хо. И Миктос Гейминг решили просто терпеть, потерпать, и все-таки они хотят выиграть на лоте эту игру. Ну, мне кажется, Вичи Гейминг гораздо раньше сломает главное здание в простонародье Торон, нежели когда Медуза в лице Феррари, это что ли Медуза Мид? Да, Медуза Мид, а куда еще ставить? QD на Орсе пойдет фармить, ДС в харду, мраунящий БХ, саппорт Верна. Но на самом деле Медузу тяжело запушить. Вот эта Змейка, она, если удачно залетает, она практически маны не стоит, а демиджи-то она наносит очень-очень много. И маны она кушает очень много в плане противника. Забираем. То есть она попадает по двум, по трем героям, и маны она для самой Медузы-то уже и не стоит. Так что пушить ее крайне тяжело будет. Баунти Хантер купил себе скролл ТП и сразу полетел уже на топ, расставлять варды, бочить спауны, ну в общем, все по стандартам. Ну что, познакомимся с командами, 0-1 счет в пользу команды Вичи Гейминг Реборн, Феррари у нас на Медузе, XXS, на DS, QD, на Урсе, Бобоко, на Виверни и Ронг на Баунти Хантере. Вичи Гейминг Реборн, FY, Энчантерс, Ноно, Винд Рейнджер, ДДС на Рубике, Энт на Джигернаути и Янг на Фурионе. Ты посмотри, какой Баунт Капкан у команды Вичи Гейминг, они поставили Сендрик в надежде на то, что сейчас Баунти Хантер зайдет. А Баунти Хантер-то зайдет, и он со спины будет заходить, и его убьют. Ну что же, ФБшечка, походу, за командой Вичи Гейминг. Она, он, она сама к ним идет. Да. Ой-ой-ой, не дождались, просто своего счастья, не дождались, попинговали, попинговали, что он со спины где-то там был. Да, Баунти Хантер, видать, все-таки все понял прекрасно, что там Сентривард, хотя нет, он ничего не понял. Он идет дальше. Не, ну а он бы не понял, как можно понять, что там стоит Сентрик-то? Никак. Сейчас будет заварушка у нас, но Медуза должна, Феррари должен забирать рун на богатство. А у нас Ронг просто-напросто через группу Феном прогоняет Винчу, прогоняет Фериона. Ну и рун на богатство одной и другой команде досталось. Ну да, Медлини забрали свои руны, скоро будут быстрые ботлы. Вернее, как, Виндран же несет себе фласочку. Да, ну а Медуза себе также должна нести фласку. Но нападение там на сразу же Файеронг очень сильно пробивает Винчу. Пользуется тем, что у Инчи малое количество ХП брони ноль. То есть весь физдэмэдж наносится полностью, все 52 урона. Ну, оно просто гоняет Феррари, он под Виндраном просто подошел к нему в упор и говорит, уходи отсюда, это мои крипы, я тебе ничего не дам делать. Ну, Инчи также нету Интачбл, естественно, потому что Энчант она выучила на первом уровне, чтобы переманивать крипов, ну и этим пользовался, собственно, Баунти Хандер. Да, и Фай пытается разборить сейчас у нас свой кэмп, нашел он Центрик. Кстати, как-то прям удачно ему поставил. Ну, это профессиональный саппорт, это лучший саппорт, один из лучших саппортов Китая. Ну, не знаю, как насчет мира, конечно, но в Китае он явно является лучшим. Поэтому, я думаю, он без проблем это сделал. Да, мне кажется, в топовых командах почти всегда с 99% там топовые саппорты играют. Взять любую команду, там, которые топ-5 Инта, возьми саппорта, это топовые саппорты. Я бы поспорил, но не хочу, а то вдруг у нас зрители за какую-то команду болеют, я скажу про них плохо. Но в миде у нас очень хорошо разминает в Эрко Медузу, так же, как и Феррари разминает, но-но. Обмениваются любезностями. На топе ДС получается, у экспу есть у него... Хотя нет, еще не получает. Я смотрю, что у него 0 экспы. Да, 0. В то время как Фреон 2 получил. Ну, Фреону-то здесь легко стоять, нет станов, в любой момент ТП прожимаешь и отступаешь. Плюс ко всему еще и помощь от Фай. Инчантерс с Фреоном отлично поселились на сложной линии. Инчантерс просто в соседнем кемпе забирает крипов, а Фреон безнаказанно с помощью своих пеньков фармит уже крипов с линией. Ну, а Винтер Виверна и Урса, конечно, этому никак помешать не могут. Ну, есть все-таки Баунти Хантер, который ходит, но он все продолжает... Ну, продолжает ходить и ничего не делать, по сути. Он уже должен был давно стоять и контролировать курицу, которая, собственно, сейчас идет, но... У нас нападение на Янга, есть Клэп, и тут в итоге решили напасть на Эфая, и это минусы НЧА. Фестбат для QD. Артик Берн не прощает, просто бешеное это замедление, еще и Урса, еще и Баунти Хантер просто в спину подрезал сорбу хвеном, и Урса... Хотя она не попала Клэпом, насколько я видел, она не попала Клэпом. Да, она не попала Клэпом. Сейчас трудно с как-то... Ну да, не попала. Не хватило чуть-чуть ренжа, да все-таки Клэп у Урса, он очень близко. Ну да, ренж там у него, конечно, маленький, ренж Ау Ешни. Но Баунти Хантер видит Энчантрас, которая ушла в соседник, в свой кэмп, и будет пытаться получать как можно быстрее левел. Да, у нас забирает Эфая и Савуху, отгоняет Баунти Хантера, а Баунти Хантер просто под торнадо теряет хп. В миде же ВРК 14 на 4, Медуза 16 на 3, ну и стоит отметить еще Джиггернаута, который имеет топовый крипстат, в то время как QD на Урсе отстает. Очень сильно отстает. Да, и во время пиков я дал, скорее всего, дезинформацию в том плане, что я думал Эфай будет играть на Рубике, но нет. Эфай играет на Энчандерс, как мы уже сказали ранее. Хотя он считается очень достаточно хорошим Рубиком. Может быть, он переквалифицировался. Потому что на Рубике он играл как раз-таки в составе Вичи Гейминг, но, скажем так, обычный Вичи Гейминг, не Реборн. Ну, дезинформация говорит, пик на Унчу, давай сам контролируй, мне неохота, я тут после обеда, мне лень. Да-да-да. Ну, насколько я знаю, в Китае сейчас не обед, там сейчас уже ближе к вечеру дело идет, 4 часа дня, по-моему. Ну, кстати, непонятно, почему матч перенесли. Ну, как раз, как раз, как раз, после обеда там, практически. То есть, обед до часа в 2, они сыграли до этого одну игру. Ой-ой-ой, пытаюсь помочь фурьону, он дает отличные спорты, и Артик Берн прожимает Винтер Виверный, просто Баунти Хантерс Бэкстапо режет Энчандерс, но уже есть онтачилл. Надо уже отступать, надо отступать Баунти Хантеру. Не попал, не попал этот самый Сплинтер Бласт, Сплинтер Бласт по Энчандерс, потому что немножечко ренжи не хватило, так бы, конечно, Энчандерс здесь опять умирала. Да, и Урса далековато был, QD немного не рассчитал дистанцию и не успел. Ронг, достаточно опасно сейчас действует, к Тауру подойдет, он может и погибнуть. Ну и пока что очень пассивно, но сначала, всегда, когда есть Медуза... А вот знаешь, вот так вот оставлять Джиггернаут и говорить, братан, ты фарми. Ну, то есть, Джиггернаут один, у него топовый крипстат, он забирает всех крипов, ну, насчет своих не уверен, но вражеских он забирает вполне себе уверенно. И он спокойно фармит и чувствует себя вообще просто великолепно, у него же есть фейзы, уже у него есть шестой уровень и есть ультимейт. Вот, наконец-то, в Дарксир подходит сюда, потому что он уходил в лес, он понимал, что... Ну, вернее, как, он видел, что Рубик ему просто не давал никаких совершать маневров и... Да, Рубик очень хорошо в зоне УДС, но и в Миде зато. Феррари выигрывает линию, он эту ВР-ку, этого НО-НО, просто-напросто прогоняет. Да, по КСу не сильно сказывается, там Курьер Силсвета был погиб. Да, где умер Курьер? Да, Фурион там свое дело сделал, Курьер умер в своих же лесах. Так, что у нас на топе? На топ подходит Баунти Хантер с Инвизом, на нем висит щиток ДС-а. Пошел БХ, посмотрел в лес, никаких стаков здесь нет. Фурион уже фейзы имеет, это достаточно неплохо. Да, Фурион обгоняет по Крепстату Урсу. Ну, он безнаказанно вообще здесь тоже так же фармит, поэтому Урса ему ничего не могла противопоставить. А особенности, когда сейчас Баунти Хантер ушел Роумить, то Фурион вообще просто получил свободу действий и спокойно фармит своих крипов. Ну, а Феррари на опыте, на опыте выигрывает Митту, но даже на таком персонаже, как Медуза, но он сейчас с дабл-дамеджем просто разбивает... Ну, знаешь, я не сказал, что Медуза слабее в МИДе, чем в Роуме. Без помощи Медуза почти всех выигрывает в МИДе. Вот эта вот особенность попадает Мистик Снэйком. Да, у Медузы дэмеджа не очень много, но Мистик Снэйк нереально много дэмеджа вносит. Нельзя не согласиться с этим утверждением. Но и Миндрэнджер тоже не лыком шито, она тоже достаточно комфортно себя чувствует. Вон, смотрите, Феррари гонит под Т1 Тавар уже эту VR-ку бедную. Феррари просто говорит, парень, ты сегодня здесь фармить не будешь. Я все-таки хочу выиграть эту игру, эту карту, и я тебе фармить не позволю. Дарксир вновь уходит в леса, потому что понимает, что там ему ловить нечего. Рубик отыгрывает на 5 с плюсом. Да, ну и Ронг у нас на Баунти Хантере ворует, экспу у Ноно. Ноно отправляется в леса, боится стоять против Медузы. Феррари прогоняет просто-напросто на Ноно. У Фуриона просто 100 дэмеджа с руки. Сотня. Ему просто дать спруты, и от Русы ничего не остается. Ну, хотя есть Колден Брейс. Да там Квилинг Бэйд, там спруты особо-то ничего не сделают. Ну и смещается Вич и гейминг вниз. Там перетянулся у нас уже ДДС на Рубике, ФА. Савухом начинает задувать. Кью Ди. Под торнадо надо убегать. Надо убегать Турсе. Потому что он здесь один. Да, Кью Ди убегает. Не догнать. Есть телепорт у нас от Фуриона. Есть бодиблок. Там подрубаются Фейзы. И просто-напросто будет убегать. Кидается спруты. Но Квилинг Блейд и просто выживает. Пока что Кью Ди. Ульта Фуриона дэмэдж нанесла. Но Кью Ди выживает. Ну Фурион на характере хотел пойти под Т2 Та. А вот меди нападение на Феррари. Хороший Жек Ошот. Тут еще и Энт. Гейт Фурия минус Медуза. Так еще был также у меня слэш, который не был потрачен. Поэтому да, Медуза здесь, ну лица Феррари, никуда не уходила. Вот она Виндренжер со своей ультой. Со своим фокус файером. Не имея айтему. Ну спокойно, очень больно. Но она бы в Соло-то может быть бы и не убила. Все-таки там 9 стиков было. Там Ферри Фаер был. А, да, у Медузы есть стики. Да, этого я не заметил. Так что Медуза должна была бы выживать. Но вот подошел Джиггер Маут и уже без шансов. Баунти Хантер у нас под Инвизом перемещается вниз. Но тут прилетает Янг. Просто-напросто по боку запирает. Активирует сюда сты. Попали по Баунти Хантеру. Подходит Феррари. Мистик Снэйк закидывается. Неплохо, кстати. Мистик Снэйк. Пол ХП сносит Фуриону. Надо преследовать своих оппонентов. Но только Бласт... Нет маны на Бласту и Вивер. Но только-только появляется мана. Баунти Хантер никого не догоняет. И все остаются при своем. Виндрэнджер пыталась... Ой-ой, Мистик Снэйк от Феррари по крипам. И в Рубика попадает. Что там Виндрэнджер пыталась? Виндрэнджер пыталась Смита как-то тоже подтянуться. Но в итоге она видела, что ее команда отступать начала к 1 Тавру. И она развернулась и обратно ушла в мид. Ну то есть Феррари сместился на нижнюю линию и отдал мид Русе. В принципе, Миндрэнджер Русе точно ничего не сделает благодаря своему Миндрэнджеру. Русе может спокойно там стоять. Да, ну и вот Феррари на Медузе пока что шикарен. Конечно, есть ТП у нас от Инчи. Будут дефиты 1 Тавр. Но вот Медуза пока что ульту свою не качает. Что достаточно, на мой взгляд, странно. Все-таки ульта очень полезная у Медузы. Активировать Штонгейс и бежать, бежать, бежать. Ну это, наверное, уже при массовых драках. Потому что вроде как в роли когда-то догоняющего вот эта ульта, конечно, все-таки не очень так помогает. А у Джигранаута появляется Яша. Он 77 на 15 имеет крипстат. Чуть, у тебя просто великолепно. 5500 нетверс, у него сейчас заберет еще Т1 Тар на топе. Дефить никто не хочет. И Т1 отдают. Проблема Вич и Гейминг в том, что у них какие-то маленькие левела. Да, то есть у Рубика еще до сих пор нет со шестого. Ну, если сравнивать саппортов, то у Рубик-то пятого, а Баунти Хантер только четвертого. А, Баунти Хантер? Баунти Хантер, да. То есть как бы здесь по XP все более-менее хорошо, только у Медузы. Почти девятый. И у РСА седьмой. То есть как бы по XP, то если мы посмотрим, у Вич и Гейминг на 2000 XP больше и на 5000 золота. Драг не было, 5000 лидирует команда Вич и Гейминг. Да, они снесли Т3 Тауэр. Видят Фуриона в чужом лесу, Баунти Хантер. Сейчас его будет преследовать, наверное. Или нет, щит. Но он один его не убьет. Один не убьет. Нужна помощь. Да, летит Бобока, но вдвоем они тоже его могут не убить. И команда Вич и Гейминг отправляется в Рашпит. Танкуется Тир, сейчас подойдут пеньки, подходит Жиггернаут и минус Рошан. У Жиггернаута скоро будет Сия уже. То есть на минуте 13 он уже вынесет Сашу Яшу, Фейзы, Аквила. И это будет очень страшным сыном, скажем так, для команды Инвиктус Гейминг. Да, сейчас еще и упадет Рошан, будет наконец-то у Рубика шестой уровень. А будет ли Жиггернаут делать Сию? Может быть все-таки Монта? Там Баунти Хантер, обычно против Баунти Хантера всякие Монта Стайл. Собирают, чтобы треки сбрасывать. Так, нападение у нас сейчас будет на Бобоку. Хороший Винтеркерс, просто-напросто ДДС убивает свой же Джиггернаут. Прилетает Фурион, но там Кьюди. Кьюди чуть было не убил. Янгл, Кьюди есть. Момчик активируется, он не слышит, убивает у нас ДС. Подходит Феррари, активируются дасты Биа Тронго. Но убивает ничего, ну, убивает ВРку, прошу прощения. Но это всего лишь минус Аегис. Вот, пошел Стоунгейс, Стоунгейс никого не замораживает. В погоню за Эндом, надо его немного подзамедлить. Но Ронгу надо здесь аккуратнее держаться. Может быть сейчас еще и погибнет. Да, уже подходит Энчантрас. Да, ну и тут у нас Ноно. Ноно-то забирает все-таки Бобоку. Ноно остается здесь один, но под Виндраном пытается убежать. Клэпнуть бы, но маны нет у Урсы. Пытается так съесть. Монтит Ноно, активируется энрейдж, там убивает тем временем Баунти Хантера. Ну и Ноно здесь просто-напросто закайтил. Но Медузу закайтил в Урсу и никого не убил. Прилетает Янка, что ты тут делаешь? Фулин говорит, идите сюда, я хочу драться. Но почему-то команда его не поддерживает. И говорит, да ну тебя. Потому что сейчас, мне кажется, Вичи Гейминг проиграли драку. Да, 3 в 2. А хотя нет. Нет, Вичи Гейминг выиграли драку. Они потеряли одного Рубика, потеряли Аегис. Плюс 884 монеты заработали. Ну, Феррари еще, да, не так страшен, конечно, на своей Медузе. Но, наверное, Феррари точно будет собирать Монта Стайл в первом айтеме. Хотя, может быть, даже или Барабаны, да. Барабаны после Барабанов, например, какую-нибудь Яшу соберет. Да, как бы статовая Медуза должна быть. Монта, Скади, по идее, можно купить Линку, но Линка здесь не очень сильно будет помогать. Но лишним не будет. Ну, слишком много айтемов, которыми она будет сбиваться, так, аннигилировать. У Жигернаута, да, появляется Монта Стайл, ты был прав, чтобы сбрасывать трек. Я почему-то думал, что он рискнет в такой пойти, более-менее такой агрессивный билд. Да нет, у Теодор Симонта Стайл хорошо помогает, и... Ну, от Медузы не совсем, конечно, хорошо помогает, но все равно. Монта... 400 голды у Дарксира до Мекки. Спокойно выфармливает свои леса. Он с этой точки вообще не уходит. Вот, XXS, он просто говорит, ребят, это точка моя. И я буду здесь стоять и фармить. В лесу видят Рубика. Но, ДСС сейчас сам арт поставит, и на ДСС будет нападение, но трека нет у Баланти Хантера. ДСС чуть было еще и ронга не убил, сейчас и файт должен делать свое дело, закидывает одно копье и минус Баланти Хантера. Но, Рубик, отлично, он дал фейт болт, который прокачан в 4, дал Клэп, который у Урцы качан, правда, в 1, но демиджи он нанес много. Я тебе скажу, что он еще и Мистик Снэйк вырованной от Медузы дал. А, он еще и Мистик Снэйк даже дал, ну и про царь, тоже царь. Но, все-таки на Рубике надо уметь играть, надо вовремя прожимать кнопки. А, это Джаггернаут, такой однокнопочный персонаж. Ходи, дофарми. Ну, радкликай, да радкликай. Да-да-да, Виндрэнджер покупает Мелл Шторм. Ну, это, естественно, с расчетом на Фокус Файр, что под таким бешеным атакспидом будет вылетать множество молний, и она просто будет, не знаю, вторым Зивсом просто будет. Ну, и Вичи Гейминг уже имеет солидное преимущество. Вспомним первую карту, где они немного отставали поначалу, а сейчас они, наоборот, побеждают. И, по-моему, Вичи Гейминг не отпустит эту игру. Просто, наверное, просто не отпустит. Смещается у нас IG, попытка сейчас убить либо Энда, либо Ноно, но Баунти Хантер показывает врагов. Подходит у нас QD, увидел Сатира, хотя бы Сатира может убить. Ну, у Джаггернаута есть умный слэш, и он его сейчас даст. Ой-ой-ой, отличный шекл-шот был, просто даже Колден Брейс не помог избежать смерти. Да, но у нас QD убивает все-таки Инчу, и QD пытается поражать тэп-аут, и у него это даже получается. Хороший Winter Curse, но стяжка, стенка ОДЕСА тоже шикарная, и отступает Вичи Гейминг, там Иллюзии, там Медуза, все гонятся за Ноно. Очень беды у нас ДС, активирует умный слэш у нас Джаггернаут, но успевает Феррари поражать стонгей, сейчас просто-напросто все заморозятся, да, заморозились, но очень-очень поздно, минус Медуза. Шикарный шекл-шот был, а Твин Рейнджер связал Феррари, и Дарксиро еще и просто по варшотам забирает еще и XXS на Дарксире. Ну вот он был, он не слэш, спокойно забрали Урсу, и опять же Урса просто простояла в спрутах, да, она делала тэп-аут, боялась, наверное, что уже ничего не сделать, но, по мне, кажется, лучше Пурса дралась. То есть, ей нужно было вступать в бой, а не делать тэп-аут. Ну а как он там стоял в спрутах, и... У него есть топорик. Ну, он потерял большое количество ХП, он, считай, улетел на, там, сколько, ХП-50 у него, наверное, было. Да, примерно так, но Урса умерла, если я не ошибаюсь, или нет? Нет, Урса выжил, он улетел. У Энчантрас появляется Мидас, то есть, FY все-таки решил стать богатой Энчантрас, и, скорее всего, в скором времени у него еще и получится Драгон Лэнс, и плюс того, что Мидас дает еще и атак-спид, и Эмпетусы будут вылетать гораздо быстрее. Ну, играя против Медузы, можно покупать 5 Мидасов, потому что ты понимаешь, что вряд ли оппоненты с Медузой захотят к тебе заходить на хайграунд на 20-й минуте. У нас QD находит Фуреона и убивает. Ну, слабость Фуреона в том, что он никак не может защищаться от Урсы, даже несмотря на то, что там спруты какие-то есть, и Фейзы, и этого недостаточно, чтобы избежать своей смерти. Ну, Урса, мне кажется, специально, с расчетом того, что в противоположной команде есть Фуреон, и все-таки с Топориком он не расстается, и в самом начале его приобрел. Ну, плюс, как бы, крипов бить проще, ну и против Фуреона пригодится, скажем так. У Урсы появляется Даггер, да, благодаря которому он забрал Фуреона. Да, и сейчас у нас Урса пытается брать Тендентар на топе, в этот момент Медуза фармит Мид, но Медуза уже покупает барабаны, есть Аквилла, какие-никакие статы приобретает. Ну, и следующий ритм должен быть Яша, а потом, возможно, даже и Скади. Скади против Джаггернаута очень хорошо будет работать, замедлять мили героя всегда приятно. А Джаггернаут будет собирать Дефужил Блейд. У него уже есть два Блейд с Фалакрити. А Фуреон, скорее всего, будет выходить в Аршид, и у нас какие-то лаги такие начались. Там Шековшот, по-моему, на QD полетел, который, ну, в лагах не было заметно, да, вот Шековшот прилетает. А QD уже даже с базы ушел. Ну и Блин появляется у выручки. Выручка, топ-2, Нейтерс, Джаггернаут на первом месте, Урса третья и Медуза четвертая. Тебе не кажется, что Баунти Хантер в этой игре как-то, ну, он очень пассивен? Пассивен, то есть я не вижу той пользы, которую он должен приносить своей команде от Баунти Хантера в этой игре. Это просто убивает не с кем. Да, был бы, допустим, какой-нибудь Санстрайк там, ну, чисто теоретически, такой Санстрайк, Баунти Хантер там побил-побил, дал ТОС, и все. И, в принципе, там Санстрайком как-то подбил-добил. Да, нет, а сейчас да. У IG просто все пассивные герои, за исключением Баунти Хантера. Так, идируется у нас Смоук, тут же Смоук заканчивается. Но вот здесь дасты, увидели Баунти Хантера, он пытается выражать ТП-Аут, но Шейкл-Шот и минус БХ. Но зато, благодаря Баунти Хантеру, возможно, выживает Урса. Конечно, шанс, шанс, что именно бы и Урсу убили, крайне мало, но все-таки лучше умереть БХ, чем кто-то другой. Ну, опять же, он, скажем так, сбил команде Смоук, а это минус голда, но за себя он отдал 200. Но с учетом Смоука получается 100, что не так, в принципе, и много. Ну, только Смоук 50 стоит, но это не важно. Да, Смоук стоит 50. То есть, получается, там 200 так же, там 250 дали. Ну, еще можно, конечно, считать, что минус дасты. Что, правда, Смоук стоит 50 голды? Вот это да. Не, редко очень покупают Тайфон. Все ясно. На Саппортах никто не играет. Да, все играют в Миду. Все профессиональные игры. Тот самый Легионка Лес. Легионка Лес, да, вперед, все. Пацаны, я фокофарм. Все, до свидания. Во второе окно включаешь какой-нибудь сериал, и все, и пошел. Формить лес. Джиггернаут подходит с Enchantress и с Windranger к Т2 Тауру на легкой линейке. У нас Ронго-Ронго подцепили, он на Сендрик наступил и минус БХ. Баунти Хантер просто. Он неудачник номер один в этой игре. Его уже раз четвертый, наверное, ловят на этих Сендриках. Ну, ты бегаешь под Инвизом, думаешь, что тебя не видно. На самом деле тебя видно. Да, на самом деле тебя видно. Просто как бы, Инвиз, да, вроде дает тебе иммунитет, но это не так. Неуязвимость, скажем так. Но команда Вичи Гейминг Реборн так не считает. И DDC украл Инвиз, и сейчас будет неожиданное нападение. Вот только на кого? Да, он Бабуку видит. Да, там и Бабуку видит, и Феррари видно. Опять лаги какие-то пошли. Ну и Флай там пару импетусов закинул. И смог. Смог от команды Инвиктус Гейминг, но этот смог сразу спалил Рубик, который стоял рядом в Инвизе. В общем, это услуга за услугу такой получается, чтобы онтихантер увидел, но при этом он умер. А сейчас Рубик увидел с тем же скиллом, но при этом он остался жив. Шадоу Волк Рубику на руку, в общем, пошел. Да, ты не всегда ожидаешь, что Рубик будет под Инвизом. Так, что здесь Шадоу Волк на Рубик-то лучше. Ну и Диффуза, ой, Диффуза, Арчит появляется у Фуриона, а Диффуза есть у Джиггернаута. Верка, но надо выходить уже верки в Аганим. Инча все еще своим Мидосом. Форстав покупает F5. Вот такой вот нестандартный инвиз для Инчи, который не выходит в Драгон Лэнс. Как он там называется-то уж? Драгон Лэнс, да, все правильно сказали. Драгон Лэнс и Ваганим. Но я бы не сказал, нет, Форстав для Инчантрас тоже достаточно хороший айтем, во-первых, он тебе дает МП, которого у Инчантрас не так много. Ну и во-вторых, что как-то кого-то цеплять, инициировать, ну и плюс, можно форставнуться от себя и Инпетус прилетит больнее. Рубик опять в своем Shadow Volk, точнее в Shadow Volk, Баунти Хантера. Нашел Баунти Хантера, Телекинез и Минус Ром. Заметьте, Баунти Хантер умирает на Сентри Варде уже пятый раз, потому что в пятый за эту игру, ему не везет. Просто с другой стороны, у Вичи Гейминг 11 врагов и 7 из них сделали на Баунти Хантере. Да, у Урса у нас 3-0 ходит, скилинг спри. Да, там, все неплохо у команды. Сентри Вард ставится, Сентри Вард ставится от команды Инвиктус Гейминг и опять же Сентри Варде ставится от команды Вичи Гейминг Реборн. Сентри, то есть должен ОПС видеть, почему в интервью верно его не убивают. А потому что если открыть Вижен команды Айтжи, то они не видят этот Варде. Сейчас Ноно даст Шейкл Шот. И могли, ну, Феррари это привязать. Вот сейчас должны увидеть, да, увидели. Да, увидели наконец-то Вижен. Так, Ноно на хайграунде стоит. И опять, опять. Сейчас увидят Верка, но Верка там находится одна. Эх, не обнаружили. Опять, опять этот Аганим на Урсе. Очень не люблю я этот айтем на этом персонаже. Уж лучше, не знаю, собрал сразу БКБ какой-нибудь или Башер соберите. Да, здесь БКБ-то не надо. Тут от кого БКБ-то. Ну, чтоб он тачебл там не работал, к примеру, вообще. Хотя, в принципе, да, Урса является очень хорошим контрпиком Enchantress за счет как раз-таки своих коготков оверпауэра своего. Да, Урса просто-напросто чихал. Да, 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 он говорит, не, со мной эти шутки не пройдут, со мной это не... Это просто Аганим на Урсе на самом деле очень много дает. Ты можешь постоянно воевать и с этим Enrageем, даже в тимфайтах по два, по три раза прижимать его. Плюс ко всему, находясь под Шейклшотом, а именно Шейклшот сейчас самый опасный стан у команды Вичи Гейминг. Ты просто-напросто активируешь ульту и либо убегаешь, либо нападаешь. DD7 никоим образом не хочет менять инвиз. Shadow Walk от Bounty Hunter, он уже с ним полыгры ходит, и ему, по-моему, очень сильно нравится. Ну, Фурион и Виндренджер это такая старая стратегия, за счет спрутов Шейклшоты будут всегда попадать. Ну, я бы тут поспорил, бывают такие прям Шейклшоты, которые почему-то не связывают. То ли из-за деревьев ты расположен, то ли еще почему-то. Забрал Джиггернаут, а, вернее, Enchantress забрала последний мудар. А у нас сейчас будет драка на топе, воюет Феррари против Фэнда, пошел Мисс Лэш в XS, XS уже вакуум потратил минус ДС, Феррари там простоял в колбе, но пытается он воевать, сбить Аегис хотя бы Джиггернауту, Аегис должны будут сбивать, но все еще не сбили, там просто-напросто за спиной. Вичи Гейминг с ТП-шнулись на базу, убили уже троих Инвектус Гейминг и отступает QD, но его здесь не отпустят, минус QD, и Ронг остается один, минус Баунти Хантер. Да, он срезал Феррариона, ну, пожалуй, на этом все. Да, вот они, те самые спорты Шаклашот, и ты смотрел, как убивали Медузу, а я как раз-таки наблюдал за тем, как гнали за Винтер Виверной, и Ноно сделал просто потрясающий мув. Он спрятался в лесу и по варшотам прорезал себе поляну, и смог ворваться в спину уже в команде Инвектус Гейминг. Вот, если посмотреть справа, он там прострелил по варшотам очень хорошую аллею себе из деревьев, и очень неплохо заинициировал. В справа смысле слева? Ой, вправо в смысле слева, да. Прошу прощения. Собрали в сторону. Вправо там, где большой палец слева. Да, право это там, где большой палец слева. Совершенно верно. Бабока у нас тут пытается как-то выиграть время, но... Ну, мне кажется, это их уже не спасет. Потому что у Виндренджер уже есть Аганим, у Рубика Линза полторы тысячи денег, у Джиггернаута Баттерфляй. Мне кажется, здесь игра уже сделана. Не надо оставлять Джиггернаута фармить. Буквально под диктовку в Вичи Гейминг сейчас пойдет данная игра. Они снесли сторону, у них оверфарм в виде 23 тысяч. По XP также за ними. Может быть, если у какой-то Медузы бы сейчас была Манта Стайл, или появится в Манта Стайл, тогда может быть что-нибудь. Но Феррари решил играться его, он купил Линку. И мне кажется, это было не совсем правильное решение. Потому что дэмэджа нет. Даже Урса, да, но она вгрызается в одного персонажа. То есть, да, она прыгает, да, на кого-нибудь одного сгрызает, но при этом игроки команды Вичи Гейминг, они тоже на месте не стоят. Они тоже убьют кнопки нажимать. И Enchantor все правильно сделано. Собрал Форстаф, как раз таки это, скажем так, контра Урсе, потому что когда Урса пытается вгрызть, ты прожимаешь Форстаф на того, куда прыгнула Урса, и, собственно, сейвишь тем самым своего тиммейта. Да, но вот появляется хоть какой-то итем на рейндж-атаке для Инчи. Да, Драгон Лэнс. Драгон Лэнс хорошо бустит эту Инчу. Но активирует нас Смолк, судя по всему, на варде, потому что IG как-то судорожно начали пинговать. Они там, оттам, отступай. Да, отступай, отступай. А что, гем есть? Да, у Рубика есть гем, поэтому они спокойно разбили этот вард, отомстили за то, что он спалил их смок. Ну как спалил? Показал команде имени Ктус Гейминг, что там был прожат смок. А Фурион стоит на читерской точке и говорит, ребят, я АФК фарм. А Баунти Хантер за этим за всем просто наблюдает и получает экспо. Вот царь Баунти Хантер, молодец. Кстати, на самом деле, если быть прям таким потным-потным задротом и знать, сколько дается экспо за эндж, став, за нейтралов, и ты видишь, что ты вроде бы как один должен получать, но видишь, что неполное количество экспо получил, то можно... Руса обрывается на Фуриона, просто ставит Фурион в спруты, но Руса говорит, нет, братан, у меня есть топорик, как раз таки для тебя его покупал и забирает Фуриона. А у нас стяжка стенка ОДСа, неплохая, там активируют нас, он не слышишь, просто-напросто Шейковшой привязывает Феррари к Бобоке, и Бобоке ничего не успел сделать, точно так же, как и Феррари. Байбекается у нас Медуза, пытается QD хоть кого-то убить, но не получается, три полки уже для Ноно, запривирают спруты у нас QD, но наплевали на Урсу, решили убить Феррари, который после байбека неплохой стонгейст у нас получился от Медузы. Но демиджа, демиджа нет, ну, за исключением Урсы, конечно. Но Виндренджер прожимает свой виндран, и Урса по ней не попадает, а вот Виндренджер по-все попадает. Ну, Медуза после байбека погибает, QD, кстати, срезает у нас ВР-очку, с помощью ТОСа забирает еще и Инчу, пытается убежать ДДС, может быть, его все-таки добить? Бежит Баунти Хантер, ТОС. Да, отличный ТОС. Сюрекен еще и Гем, да, Гем выбивает. Еще и Гем. Ну, неплохой тимфайт по итогу получился для команды Инвиктус Гейминг, несмотря на то, что байбекнулся БХА, байбекнулась Медуза, заставили они байбекнуть также еще и Феррона. Но самое главное, сторону они не потеряли. Сторону Инвиктус Гейминг сохранили. Вот это вот очень важный момент. Да, но получили, по сути, из драки-то они 900 сил. Ну, Джиггернаут не умирал, вот это тоже проблема. И он получает сейчас, скажем так, вот, пока ребята сидят в таверне, он говорит, пацаны, я фармить. Все, вот у него есть спокойный, там, 30 секунд фарм, который он, собственно, и воплощает в жизнь, и имеет уже очень достаточно такие серьезные айтемы. Монта, вторые Диффуза, Баттерфляй, Хелмов Доминатор и полторы тысячи денег. Придача с Фейзами и Аквилой. Может быть, сейчас, если он еще и переманит какого-нибудь Волка, это будет вообще смерть. Так, ты пока порассказывай, я через 2 секунды подойду. Ну, конечно, конечно. Урса все-таки собирает Аганим. Надо было его собирать гораздо раньше. Вот он у нее появляется, но мне кажется, сейчас Аганим уже мало чего порешает. Хотя Урса такой персонаж, который, да, может съесть любого кэри персонажа, даже с 6-ю слотами. Но проблема в том, что у Джиггернаута есть Баттерфляй, у Виндренджер есть Виндран, и поэтому попадать по ним особо ты не будешь. А у Нчантрас есть в Форстах, который также будет сейвить своих тиммейт. Да, плюс ко всему Нча еще Аганимчик скоро появится. Да, который будет Бобоки делать Бобока. Но там не только Бобоки будет Бобока, там всем другим будет очень-очень больно. Ну и плюс этот вот итембилд Джиггернаута через Блинк, Диффуза, Монту просто-напросто контрит Медузу. Да, он сразу будет к ней врываться, прожимать Монту, быстренько ее резать, и при этом, причем, он не слэшем накрывать. Просто я встречал много таких игроков, ну, я не говорю за профессиональные, но, скажем, в пабах все думают, что Джиггернаут силен за счет, скажем, своей ульты, но Джиггернаут силен как раз-таки за счет своего атак-спида и своих критов, что, собственно, нам и доказывает игрок команды Вичи Гейминг. Да, но и ульта у него тоже очень-очень хороша, за счет этого, наверное, его и любят. Какие бы там итемы не были у гор-героя, один на один, там, Джиггернаут при удачном стечении обстоятельств сможет с Омнисвэша на 16-ом любого героя практически убивать. Рефрешер ульта. Вот это... Рефрешер ульта гоним. Вот это интересно. Ну да. Вот это вперед. Буду летать. Бесшумный ниндзя. Ну что, заходят на хайграунд. Один раз они неудачно зашли и потеряли четырех персонажей. Ну, Джиггернаут, я смотрю, не унывает. Хотя, может быть, стоит подождать Аршана, потому что он появится буквально через минуту. Баутихантер где-то вместе с Урсой убивает Фуриона. Вот на мид-линии они его убивают. Но Виндренджер уже пошла в погоню за Урсой, не связывает его, но по парашотам просто настреливает очень больно. Но Урса говорит, не, я ухожу все равно. Там какие-то нереальные бабки дали за Фуриона. 1700 монет, 2000 почти экспы. Да, под треком, конечно, было, но все же. А у него был, скорее всего, может быть, стриг? Да нет, не было никого стрика. У него не было стрика, но слишком много. Что же будет, если сорвать, скажем, с кого-то год лайк? Из Джиггернаута там забрать денежку. Да, там, наверное, очень много будет денег. Ну, буквально Джиггернаута нужно подождать одну минутку, и появится Рошан. Сейчас пойдет, наверное, крипов зафармит, а потом вернется. По вижену у нас получается, что у команды Вичи Гейминг есть вижен только на медленной и на сложной. И, а, нет, еще есть вижен как раз-таки на Рошпите и на нижней руне. А вот у команды Вичи Гейминг вижена, я бы не сказал, что много. Вернее, у него их нет вообще. Даймон им и не нужен. Они чувствуют свою доминацию. У них стоят Т1 товара, то есть полкарты-то они видят. Ну да, они диктуют. Да, дальше уже они сами там стоят. Ну и сейчас надо Фуриону уже задуматься о том, чтобы... Да, вот покупает он себе ГОСТ, только хотел сказать, что надо купить ГОСТ. И как-то ходить с командой. Джиггернаут прыгает просто-напросто на ДСа каким-то чудесным образом. А вот, за счет Варда, видели ДСа. ДСа пытается здесь засейвить, но... Минус ДС, у которого нет вайбека, это ГКВП. Запирает спроты еще и Бобоку под Саленсом. Стонбейс активирует нас Феррари. Минус Медуза, Медуза также без вайбека. Бобока спасся, единственный, кто выживает. Минус Баунти Хантер. Юди остается один, его запирают спроты. У него есть БКБ, только сейчас его активируют. Неплохой у нас Винтеркерс был от Бобоки. Да, убили Рубика, но, пожалуй, это все. Джиггернаут пошел под фонтан, но... Куда ж ты бежишь-то? Ну ладно, выживает. Очень нагло, конечно, сыграл, но главное, что он живой. Но он отдал потрясающий шеклэшот. Прошу прощения, что перебил. Да-да-да, но он отыгрывает качественно. 10, 1, 13, к нему претензий никаких нет. Но он и на инвокере хорошо отыгрывал. На инвокере вообще парень феноменально отыграл. Но сейчас просто он хорошо связал именно Баунти Хантера с Медузой. Вернее, Медузу с Баунти Хантером. И поэтому все двое они отправились в таверну. Джиггернаут под своим атак спидом просто не прощает бараки. Ну их просто ломает. Да, но мега-крепы можно писать. Понятно, у вас есть Медуза, бла-бла-бла. Вы можете дейти там бесконечно. Но боюсь, что с такими итемами Медуза не справится. Ну у Медузы нет ничего. Вот она собирается получить эту злополучную Манта Стайл. Но при этом... Вернее... Ой-ой-ой, какой шеклэшот. Просто связывается километр Баунти Хантера. Да, убивают Урсу, убивают ДС. А у Урса есть байбэк. Но IG понимает, что без шансов, без вариантов ГГБП 2-0. Вичи Гейминг выходит победителями. Я бы не сказал, что были прям уж сильно легкие карты для Вичи Гейминг. Особенно первая. Была борьба. IG молодцы. Все-таки, как-никак. 17% на них ставили, согласно Дутер Лаунжу. 19. 19. Не надо занижать эту команду. Как 19? Ну... 17-17. Все-таки 17%? Да, 17% на них ставили. И показали они борьбу. Чувствовалось, что не в одни ворота. Чувствовалось, что шансы на камбэк у IG были. И первую карту, на мой взгляд, они сами отдали. Там достаточно неудачно они зашли на ХГ и после этого перестало получаться. 3-2-2? Я бы сказал не 3-2-2, а 0-1. 0-0-1. Коэффициент там очень маленький для того, чтобы специально сливать. Да, согласен я с вами. Но и команда Invictus Gaming продолжает свою черную, скажем так, череду проигрышей. Они ни одного матча не выиграли еще. По картам-то у них были победы, но по матчам... Ты имеешь в виду между IG и IG? Нет, 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 я имею в виду вообще у команды Invictus Gaming в этом составе еще нету было ни одной победы даже с ним. Подожди, они же как-то вышли. Ну, я сейчас смотрел статистику и вижу, что вот у них побед что-то... Подожди, они выиграли команду ZDK Avenger в групповой стадии Ашкап. Они вышли в паилов-часть, они не могли не выиграть. Они не могли не выиграть никого и выйти в паилов-часть. Значит, ругайте сайт Бэсу-геймерс, он неправильно в статистике говорит. Не ходите на этот сайт. Они играли команда IG в группе B и вышли со счетом 3-1. У них три победы и одно поражение. С первого места вышли. Может быть, может быть, может быть. Просто я сейчас вот смотрю и вижу, что у них все не очень хорошо. Ну, может быть, сайт неправильно говорит. Все, ладно, забыли. Я дал дезинформацию. Ну, в общем, на данном моменте наша трансляция не заканчивается. Сменит меня Няшхард. Будет он комментировать Цдэк Янг против команды IG. Также Best of 3 серия. Стрим упадет буквально минут на 5-10. Так что, друзья, далеко не расходитесь. В 2 часа по Москве, в час по сету продолжится трансляция наша. Так что всех вас жду здесь. Ну, а я откланиваюсь. Большое вам спасибо, что усмотрели и слушали нас. Для вас комментировал Miles, для вас комментировал Fund. Ну, и также приглашаю вас в студию комментаторов UCC Dota. Это группа наших комментаторов. Группа нашей студии. Мало того, что вы можете здесь смотреть все наши трансляции, все анонсы наших стримов. Плюс ко всему еще для вас розыгрыш Арканы на Легионку. Ставите лайк, подписывайтесь в группу и 15-го числа пройдут итоги. Ссылочку в чат я обязательно скидываю, так что жду вас всех там. Всем пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok